Среди тех стран, которые, например, регулярно подводим какие-то промежуточные итоги года, мы это уже месяц как делаем активно и в начале следующего года будем делать это уже более глобально, но сейчас некоторые цифры у нас уже есть. И это цифры, показывающие, что в топ-5 самых популярных стран, если мы говорим именно россиян, покупающих зарубежную недвижимость, все эти пять стран безвизовые. Это Объединенные Арабские Эмираты, на втором месте, на первом месте Турция, второе-третье место делят Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Черногория. Дальше идет по спросу, последние месяцы, во всяком случае, Таиланд и практически вровень с Таиландом идет Болгария. Первая страна в этом списке, которая входит в Евросоюз, она в Шенген пока не входит, но это страна визовая. Тем не менее спрос на болгарскую недвижимость стабилен и со стороны россиян и со стороны украинцев сейчас это подтвердит, или может быть опровергнет. Эксперт компании New Estate, наш большой друг Людмила Шабанина. Люда, добрый день. Здравствуйте всем. Сразу покажу цифру о Болгарии. Цифра о Болгарии вот такая. Чемноморские курорты подорожали на 25%. Сколько лет уж мы не помним таких безумных цен в Болгарии. Сколько, Люд? Ну, наверное, лет 7-8. Когда вот был? Да, но нужно смотреть, с чем сравнивать подорожание. То есть подорожали цены с 2021 года на 25-30%. Исходя из тех цен, которые были в 2021 году, рыночные цены, реальные. То есть для тех владельцев-продавцов, которые покупали, допустим, лет 10, а то и больше назад, покупали новое в новом строительстве, новые объекты от застройщиков. На пике цен, на подъеме, то для них все еще цены кажутся низкими и непривлекательными, когда они решают продавать. Ну, во всяком случае, они не могут вернуть то, что они вложили когда-то. А так, для тех, кто покупал уже позже, когда цены снизились и было, в принципе, на вторичном рынке можно было купить довольно-таки дешево, ну, по сравнению с теми ценами предыдущими. То, да, на 20-25% в этом году мы заметили просто такой резкий рост, что, ну, изумительный просто рост для всех был. Не только для нашей компании, а и для других коллег тоже. Высокий спрос также. Как вы его объясняете? Что это? Кто покупает? Что покупают? Собственно, насколько я понимаю, ну, панорама солнечного берега, золотых песков, вармы, она никуда не делась. То есть это, по сути, те же самые курорты. Да, да, значит, прекрасные пляжи, море, все это на месте. Комплексы, как были построены, так они там и стоят. И это обусловлено очень высоким спросом со стороны местного населения, местных жителей, граждан Болгарии. Очень высокий спрос к любой недвижимости в Болгарии, среди болгар. И это, конечно же, влияет очень сильно на рынок. То есть сейчас рынок, рынок продавцов, покупателей очень много. Покупатели выстраиваются в очередь за конкурентными объектами, по конкурентным ценам. То есть как только появляется что-нибудь на рынке по выгодной цене, по адекватной рыночной цене, конкурентной, то этот объект сразу продается, сразу бронируется и продается. То есть у нас рекорд в этом году был, ну, чтобы там, это будет странно, но за один день вот была продана вилла буквально. Вот только мы выставили, сразу на второй день ее купили. Ну, это... Людмила, скажите, на кой все-таки момент? Рост понятен, но давайте еще какие-то диапазоны, может быть, наметим, поговорим о солнечном береге. По солнечному берегу, да. Там же студии, однушки, двушки, трешки, все есть. На что можно ориентироваться покупателям? Значит, студии на сегодняшний день, на сегодняшний день цены где-то... Те студии, которые в 21 году продавались ниже 20 тысяч евро, в этом году они уже стоят 24-25 тысяч евро. Я говорю о студиях стандартных 35-40 квадратных метров, меблированных, вот, в пешей доступности от моря. А с одной спальни апартаменты ранее стоили у нас 25-30 тысяч евро. Те, которые стоили 25-30 в этом году, они уже стоят около 40. К концу года, ближе к концу года, уже за 40 тысяч почти не осталось предложений на рынке. Вот, с двумя спальнями в прошлом году у нас стоили квартиры по 35-40 тысяч евро. От 35-40 тысяч евро сейчас, в этом году, такие же апартаменты уже стоят 50-55 и выше тысяч евро. Так, в какой степени покупателей, ну, если мы, допустим, говорим о Солнечном берегу, как о месте более-менее понятном и хорошо известном, в какой степени на спрос и на интерес потенциального покупателя влияет, во-первых, удаленность от моря, то есть все-таки там на Солнечном берегу есть и третья, и четвертая, и пятая линии, есть даже крупные комплексы за дорогой, вот это, да, за главным фасе. И второй момент, в какой степени влияет на спрос непосредственно качества, даже не комплекса, а может быть, конкретных апартаментов, его состояния? Или, по большому счету, сейчас такой ажиотаж, что на это смотрят уже так? Мы были удивлены этим летом, ничего уже не влияет, значит, вот все, что есть, то и покупают. Поэтому, то есть, да, конечно же, в первую очередь болгары обращают внимание на то, например, введен ли в эксплуатацию тот или иной комплекс. Также расстояние от пляжа, это имеет значение, местоположение имеет значение, внутри состояние, меблировка не имеет значения, расположение, может быть, имеет значение, люди смотрят, куда выходят окна, то есть, как бы, как вот северные апартаменты, которые выходят окнами на север, они не так их предпочитают, как те, которые смотрят на юг, на восток, ну, то есть, как бы, потому что сейчас, в этом году, также в курортных районах, многие покупали с целью и использования и в зимнее время своих апартаментов, и поэтому они обращают покупателей внимание на то, куда выходят окна, но покупают все просто. Пара вопросов о других регионах, не только с Черноморским побережьем, славна Болгария, отдельно давайте о горнолыжной истории, ну, в первую очередь, о Банском, как о самом крупном курорте, там ситуация такая же, или, потому что там-то цены, несколько лет назад мы с вами обсуждали, там 10 тысяч евро, это было вполне, ну, то есть, как бы это... За студию, да, за студию, 10-12 тысяч евро можно было купить студию. Вообще, эти времена ушли совсем в прошлое, то есть, сейчас, во-первых, в Банску почти нет предложений, во-вторых, вот к нам часто бывает, поступают запросы, да, на подбор, там, недвижимости, вот люди говорят, мы хотим приобрести что-нибудь в Банску, даже и бюджет у них довольно-таки высокий, почти нет предложений просто на рынке, но, скажем, апартамент, который покупали наши, вот, те же клиенты, которые с нами приобретали по 25 тысяч евро, с одной спальни 70 квадратных метров, возле гондолы в комплексе, возле станции подъемника, сейчас этот апартамент, если его выставить, то он за 45 сразу же уйдет, его заберут моментально. 25 и 45 это динамика одного года или все-таки двух-трех? Даже пяти, я бы сказала. Ну, то есть, надо вспомнить, наверное, что в году, в 2017, в 2017, в 2018, ну, там, вот в эти годы особо не росли, то есть мы с вами тоже регулярно этот вопрос обсуждаем, там, в общем, ну, плюс-минус 2-3 процента, это, ну, считай, да, примерно цены держались на одном уровне до определенного момента, потом, значит, с того момента, как сами болгары стали интересоваться активно и очень серьезно недвижимостью на родных курортах, независимо от того, морской это курорт или горнолыжный, вот с тех пор цены стали расти, потому что это определяет, когда местное население, местные жители приобретают, то есть уже курортные районы постепенно превратились в что-то подобное, как и крупные города, ну, то есть... И тогда как раз второй вопрос про крупные города, конкретно про Софию, вот там как раз рост цен начался несколько раньше, по-моему, года 2-3 назад в процентах там уже были чуть ли не двузначные цифры, ну, то есть там 10-12-15 процентов, как сейчас, насколько там такой же бурный рост или все-таки, ну, поскромнее немножечко, учитывая динамику прошлых лет? В данный момент, после того, как мы все ощущали здесь заметный, очень резкий скачок, рост цен, сейчас немного они стабилизировались, да, скажем так, но уже 1500 евро за квадратный метр, от 1500 евро за квадратный метр в новых домах, на постройках, то есть это уже совсем такая нормальная цена, которую люди совсем нормально воспринимают, и если кому-то удается приобрести, например, в Софии недвижимость за апартамент, где цена будет 1000-1100 евро за квадратный метр, то это уже считается дешево и выгодно очень, ну, и вот это тоже обусловлено тем, что болгары сейчас имеют возможность получать банковские кредиты, как вот и к последние несколько лет, мы уже об этом много раз говорили, все так же на таких же выгодных условиях, как и прежде, 2,5-3%, вот, и это тоже очень сильно влияет, потому что люди инвестируют, люди пользуются этим моментом. Вопрос тогда такой, насколько я понимаю, сейчас, вы сами сказали, недостаток предложения есть практически где. Соответственно, продавцы они есть, но их недостаточно, и продавцы, так я понимаю, уже не болгары, это, ну, наверное, там россияне, кто еще? Да, если говорить о курортных районах, то в последние годы, как только курортные районы побережья и горнолыжные курорты стали застраиваться активно, они, как мы знаем, застраивались на деньги иностранных инвесторов, да, покупателей, поэтому, естественно, сейчас, когда пришел момент и изменилась ситуация, и люди хотят продать свою недвижимость, то это в основном продавцы иностранцы, это англичане, россияне, ну, вот большие... Я опять же понимаю, то есть, скажем так, число продавцов, с одной стороны, как я понимаю, из того, что вы говорите, больше, чем, скажем, год назад, но при этом оно все равно, условно, недостаточное для рынка, и это нет такого, что все все подряд продают. Да, по-прежнему спрос гораздо выше, чем предложение. В начале года мы заметили, ну, вот в марте где-то мы заметили резкий поток заявок на продажу, но это был такой момент, когда люди, в основном россияне, паниковали, ну, и просто вот говорили, надо срочно там продать, потому что мы не знаем там, что будет дальше и так далее. И вот, ну, такие люди уже кто хотел, они уже, конечно же, продали. Возникают у нас сейчас препятствия, возникли, которые... Их все больше и больше возникает, которые нам приходится преодолевать чисто с точки зрения административной, то есть это перевод денег, открытие счетов банковских, пересылка документов, все это усложнился процесс, но... И также сейчас в основном никто не приезжает из продавцов лично на сделку, все действуют дистанционно, ну, многие, есть такие, которые приезжают, я не могу сказать, что 100% сделок мы осуществляем дистанционно, но 80-85% это однозначно мы проводим дистанционно, это еще с начала пандемии. Я еще попросил бы тогда, вот мы с Дмилой разговаривали, по-моему, тоже несколько месяцев назад в Телеграме, и потом, собственно, у нас был довольно такой обстоятельный разговор, попрошу опубликовать ссылку, чтобы кому интересно тоже посмотрят, все-таки тогда уточнить, мы еще делали материал, тоже, например, у нас был, это был, если мне память не сменяет, май, может быть, июнь, и у вас тогда было своего рода, ну, если не паник, это определенное волнение, вот именно довольно жесткое, связанное с тем, что люди хотят продать, они выставляют объекты на продажу, но перевод средств затруднен. Насколько я понимаю, все-таки майская и июньская ситуация и нынешние, они немножко отличаются, причем в сторону плюс, в сторону последней. Да, осталось еще несколько банков, которые не под санкциями, и в них возможно. Если мы говорим о продавцах россиянах, вот этот момент. Да, 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 продавцах, сейчас россияне почти не покупают в Болгарии, есть такие, но это довольно-таки маленький процент на фоне всех остальных покупателей, поляков, румын, немцев, израильтян, голландцев, французов, то есть, ну, и самих же болгарок, о которых я уже много раз сказала, сейчас почти не покупают россияне, украинцы покупают тоже, это в этом году было много у нас на побережье, да, украинцев. Да, вот, и что по поводу, я вопрос еще раз какой-то. По поводу того, когда был легче перевод денег, в какое время, насколько сейчас легче? Значит, легче, нет, у нас не возникает сейчас сложностей, мы отправляем деньги, люди их получают на следующий день буквально, а то и в тот же день, если утром сделан перевод, но уже насколько выгодно они получают у себя на месте, в какой валюте, по какому курсу, это уже, ну, совершенно мы не можем на это никак не подключить. Ну, понятно, да, это все зависит. И есть еще один такой неприятный момент, который вот мы обнаружили вчера, что стали болгарские банки закрывать банковские счета тем болгарским физическим лицам или же юридическим лицам, ну, адвокатам, юристам, которые часто переводят деньги в Россию. То есть вот они, ну, вчера вот нам поступило несколько таких вот сообщений, что, пожалуйста, мы вам даем два месяца на то, чтобы вы закрыли свой банковский счет в нашем банке. Мы видим, что в этом году вы слишком много переводили денег в Россию, и это, ну, в общем-то, банк не согласен с этим. Поэтому, пожалуйста, снимите свои средства и закройте банковский счет в нашем банке. С вами, как с клиентом банка, мы не желаем больше сотрудничать, несмотря на то, что это были вот болгарские лица. Это то, что вот совершенно новое, это вчера буквально мы об этом узнали, и сейчас будем думать, как... Ну да, в любом случае эта история... ...больше и больше препятствий, которые нам приходится преодолевать в нашей работе. Людмила, ну и тем не менее, посмотрим давайте на тот объект, который вы выбрали к нашей беседе. Вот она, мобилированная студия. Вот студия-студия. Да, то, что стоило, может быть, когда-то 15-18, сколько... Да, студия, да, я делала фото этой студии, я смотрела ее лично. Довольно-таки просторная, 44 квадратных метра. Вот, в хорошем комплексе закрытом, люди его любят. Ну вот цена такая, 33 тысячи евро. Это на сегодняшний день, ну, мне, например, кажется, что это очень дорого для студии по сравнению с теми ценами, которые у нас были в прошлом и в позапрошлом году. Но вот теперь такие студии. То есть такие цены на студии. Мы опубликовали эту студию, выставили ее на продажу. Это еще не прошло и месяца. У нас очень много поступает по ней запросов. И есть покупатели проявляют серьезный интерес. То есть мы думаем, что эта цена такая соответствующая рынку. И что такое предложение продастся быстро по цене. Если не по этой, то по близкой к этой. Окей, дорогие друзья, я попрошу опубликовать своих коллег контакты компании New Estate. Людмила Шабанина, эксперт компании New Estate. Людмила, спасибо огромное за рассказ. Ну и будем надеяться, что все, ну, я сейчас про геополитику говорить не буду, о ней я пару слов скажу в конце. Я просто скажу, что будем надеяться, что и те задачи, которые вы успешно решали в этом году, вы продолжите решать тоже в ближайшее время. Потому что это действительно для многих важно, кто просто хочет продать Болгарии. Да, если говорить чисто с эмоциональной точки зрения, то, конечно, сейчас стало работать гораздо сложнее. Потому что если раньше люди приобретали недвижимость с целью, или даже если продавали, то это все равно цель была какая-то радостная. То есть ты покупаешь мечту, мечтаешь о чем-то, строишь какие-то планы. То есть сейчас все продают в основном, потому что потерял работу, там срочно нужно закрывать какие-то долги, дорого стало прилетать, невозможно открыть визу, там и так далее, и так далее. И люди более, ну скажем, ну в общем-то стало напряженнее работать. То есть это не те радостные сделки, которые приносили такую радость. Даже если ты продаешь, например, потому что ты хочешь учить ребенка где-то там за рубежом, то сейчас немножко другие цели у всех, и просто спасаются, кто-то там спасает жизнь, кто спасает средства, и все это немножко сопровождается вот этим вот такой, не очень, ну это совсем... Это есть, это есть. Ну да, и мы сами замечали, что наш вебинар традиционно всегда событие такое радостное, оно с очень понятным даже не налетом, а просто очень четким фоном, который, собственно, ну мы... А мы еще не говорим о том, что в пандемию сколько, к сожалению, ушло людей из жизни, вот вирус... Это тоже, кстати, такой момент. К нам обращалось очень много клиентов по переоформлению права собственности в связи со вступлением в наследство, потом наследники продают эту квартиру, вот это вот, то есть сейчас вот такая волна у нас. Ну давайте тогда, по крайней мере, ну я еще расскажу, я в конце вебинара пару слов, наверное, об этом скажу, давайте просто рассчитывать, что 23-й год будет лучше 22-го. Будем, ну, 23-й, ну окей, понятное дело, что все это такие, знаете... Мы, Людмила, часто с вами об этом говорим, думаю, что, к сожалению, придется еще к этому тоже вернуться. В любом случае, удачи вам! Спасибо большое! С наступающим! Вам тоже, да? Остаемся на связи! До свидания! Ну что же, теперь мы перенесемся из Европы совершенно в другую часть земного шара, переносимся в Азию. Переносимся в Азию. Мы не так давно проводили вебинар по Таиланду, и поэтому решили сделать акцент не на Таиланде, а на другой стране из Юго-Восточной Азии говорить будем об Индонезии, говорить будем с Екатериной Орловой, директором департамента международных инвестиций Intermark Real Estate. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Не так давно мы с вами общались, я думаю, мы сразу вот с Екатериной говорили именно об инвестициях, и в частности о Индонезии тогда поговорили, может быть, чуть более подробно. Я попрошу ссылку на тот вебинар, да, тоже сейчас в чате опубликовать. Екатерина, значит, тут статистику сейчас покажу, у нас статистики благодаря вам по Индонезии очень и очень много, но вот ваш взгляд все-таки Юго-Восточная Азия вообще и до пандемии, она никогда не считалась таким оплотом стабильности, оплотом интереса инвестиционного. Можно ли сказать, что сейчас серьезные изменения произошли, и это изменение только в головах условно-российских инвесторов, которым, скажем, тяжело обращаться к Европе, или это в принципе нечто более широкий тренд, на ваш взгляд? Я думаю, что это действительно более широкий тренд, и связан он с развитием экономики Индонезии, да, и ее инфраструктуры, которая в первую очередь на правительственном уровне продвигается. И мы, русские, на самом деле, в отличие от того же Таиланда, в Индонезии не входим даже в топ-10 по количеству инвестиций, хоть и община русских в Индонезии третья по величине, да, объем капитала там еще не сравним. И то, что мы видим, если в последние годы был в основном спрос со стороны частных инвесторов, так называемых, да, розничных физиков, которые покупают там одну, две, три виллы или апартамента, то сейчас мы наблюдаем именно увеличение спроса со стороны небольших институциональных инвесторов. Это фэмили-офисы, это небольшие фонды, а за ними, как правило, индустрия, начиная, да, создавать более качественный продукт, и мы в этом тоже помогаем, и за ними уже приходят более крупные деньги, крупные фонды. И я думаю, что Индонезия, она в этом направлении двигается, потому что такие макроэкономические факторы крупные, они все правильные, они имеют место быть. Единственное, что, почему Индонезия не так, например, развита, как Европа, это развивающаяся налоговая и юридическая подоплека, вот, и она достаточно, на самом деле, комфортна для иностранных инвесторов, просто нужно в ней немножко разобраться. Так что, да, можно тоже об этом пару слов сказать будет. Безусловно. Я просто не так давно, буквально пару дней назад, со своим другом общался, он довольно давно уже живет в Таиланде, и, ну, он периодически приезжал домой, но вот уже последние, там, 4 месяца стабильно в Таиланде, и он говорит, что сейчас, вот, в моменте происходит действительно что-то невероятное. Количество людей, безумный в моменте рост цен, может быть, сопоставимый с тем, что был, там, ну, скажем, в конце сентября, там, в Казахстане, в Узбекистане, в Грузии, в Армении, когда вот просто такой вал людей туда. В какой степени вот этот такой, есть какой-то моментный, импульсный спрос, в частности, на Индонезию, и я, соответственно, покажу еще тот кадр, который вы приготовили. Да, вы знаете, в Таиланде это просто сезонное. В Таиланде каждый раз, когда начинается высокий сезон, а высокий сезон, там, зимой, сразу выметается абсолютно вся вторичка, и происходит локальный рост цен. И это происходило так практически каждый год, когда, в принципе, был международный туризм, то есть, да, кроме вот последних двух лет пандемии. Поэтому эта история, я думаю, будет повторяться из года в год. На Бали нет выраженного такого роста сезонного, потому что хоть там сезон считается высокий лето, но по факту это круговичное направление, то есть там зимой дожди идут преимущественно ночью. И вот здесь очень интересная статистика одного из самых популярных районов на Бали, Чингу. Такой он самый, наверное, развитый, с большим количеством ресторанов, кафе, пляжных клубов, пляжей непосредственно. И вот здесь, как видно, да, в 2020-2021 году была просадка по заполняемости 30-40%, и сейчас заполняемость вернулась на предпандемийные уровни. Она в районе 80-85% в среднем по рынку даже доходит до 90%. А это значит, поскольку это среднее по рынку, что особо популярные объекты достигают заполняемости в 95%. А когда мы говорим про сдачу в краткосрочную аренду, сразу выливается в очень высокую доходность, за которую, собственно, и идут на Бали. И вторая вот картинка на слайде справа – это статистика изменения ставки за ночь размещения. Сейчас она за элитную недвижимость порядка 400 с лишним тысяч долларов, но при этом мы видим, что в начале графика, здесь, наверное, сложно рассмотреть, но это 2018 год. В 2018 году она превышала в некоторые периоды и 700 долларов за ночь, и полторы тысячи долларов за ночь. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на количество туристов на Бали, оно не вернулось к предпандемийным уровням. То есть количество международных туристов, оно еще будет расти, и поэтому очень вероятно, что вот эти ставки за ночь, они опять будут приближаться к этим значениям, ближе к тысяче долларов за ночь. А это все, естественно, рисует очень хорошую картину для инвестора, потому что большая часть недвижимости, она сдается в краткосрок, а вот эти два фактора – заполняемость и ставка за ночь – влияют напрямую на доходность. Интерес к недвижимости Юго-Восточной Азии всегда был и есть, но опять же, если про тот же Тайлан, про Пхукет, давайте так говорить, наш человек знает больше, то про другие регионы может быть меньше. И вот глядя на вот эту палитру предложений, во-первых, велика ли эта палитра, во-вторых, это что? Это новая, это вторичная. Потом вы сказали институциональный инвестор. Институциональный, значит, что такое более-менее массивное. Для частного куда смотреть, что, какие здесь моменты, с кем он конкурирует за эти объекты и так далее? Ну, здесь, на самом деле, Пхукет и Бали похожи по тому, что можно купить. Единственное, что цена немножко разная. И на Бали, и в Таиланде есть виллы, и там, и там. Но, как правило, на Бали виллы, они меньше по площади и часто очень составляют номерной фонд такого небольшого, скажем так, отеля. То есть там виллы сдаются как номера в аренду. А то, что касается апартаментов, то на Бали они, наоборот, больше. То есть если в Таиланде вы можете купить там за 100 тысяч долларов студию 30 квадратных метров, например, вполне себе комфортную в кондо-отеле, то на Бали минимальная площадь, наверное, метров 60-70, а, как правило, и 80. И поэтому цена лота, конечно же, на Бали, она выше. То есть большая часть застройщиков сейчас выпускают апартаменты по стартовой цене порядка 200 тысяч долларов. И здесь зависит все, на самом деле, от инвестора, от бюджета. То есть за 200 тысяч это, естественно, будет апартамент от 200 до 300. Дальше где-то около 300 можно посмотреть на Танхаус. И где-то от 400 это будет уже вилла. Но при этом вилла, знаете, не пятиспальная, а какая-то такая небольшая. Да, двуспальная, односпальная вилла. Ну и, естественно, там до бесконечности. При этом не могу сказать, что апартаменты пользуются большим спросом или, наоборот, виллы пользуются большим спросом. Но при этом виллы, они, наверное, защищают инвестора больше от возвращения пандемии и каких-то локдаунов, потому что виллы очень хорошо сдаются в долгосрочную аренду, когда нет такого большого количества туристов. Потому что Бали это прекрасная страна для цифровых кочевников, которые приезжают там на полгода, на год. Скажите, ну если выстроить такой абстрактный график, рискованность, доходность, да, и говорить о именно объектах в Юго-Восточной Азии. Вот в какой части этого графика по состоянию текущему будет Юго-Восточной Азии, например, Индонезия? Если мы в другие части графика поставим, ну другие страны, о которых вы, в частности, говорили на вебинаре, скажем, европейские направления, такие классические, да, или, например, может быть, вот в центре, центр земного шара, где с одной стороны Ближний Восток и Турция, и Кипр тут же. Ну вы знаете, всегда говорят, что чем выше доходность, тем выше риск, а на Бали одна из самых высоких доходностей в мире. Но при этом риски здесь больше, наверное, технического характера. То есть здесь риски, во-первых, законодательства, которое не защищает инвестора на периоде строительства объекта. Нет скроу-счетов, да, и какой-то вот юридической защиты, кроме того, что сделка нотариальная, и кроме того, что вы ее оплачиваете в рассрочку. Но именно поэтому вы имеете возможность на периоде строительства зарабатывать от 40 до 60 процентов. А сейчас очень мало какие страны позволяют сделать такой прирост. Во-вторых, есть такой фактор, что недвижимость приобретается в лисхолд, то есть на Бали срок недвижимости владения состоит из двух сроков. Первый, который включен в цену, и второй, на который можно продлить приоритетно владение объектом. И поскольку недвижимость в лисхолд, она раза в два дешевле, чем фрихолд, то получается, что и наша доходность, она автоматически удваивается. И в этом плане риск для инвестора такой, что когда остается меньше 25 лет в лисхолде, недвижимость становится неликвидной. Поэтому нужно управлять временем, управлять временем, на которое вы заходите. Но, в принципе, наверное, это универсальная рекомендация по рынку – заходить в новостройку на 3-5 лет. Очень мало кто из инвесторов держит ее до упора, 20-30 лет, просто потому что новостройка на своем пике находится. Поэтому риски есть, безусловно, как и везде, а по сравнению с другими странами, не могу сказать, что они существенно выше, то есть они здесь преимущественно технического характера. Я вот просто тогда еще хочу, раз уж вы об этом заговорили, это вообще вопрос, который и нам в последнее время, и в нашем Телеграм-канале, который, кстати, потом попрошу минут через 10 опубликовать, вот часто задают эту историю, связанную с лисхолдом. Понятное дело, что когда тебе называют срок в 99 лет, ты на так долго не планируешь. С другой стороны, именно 2022 год стал тем временем, когда люди, во-первых, переезжают и начинают выстраивать очень часто свою жизнь там. Таких людей, просто доля таких людей стала существенно выше. Вот просто и понятно, что, наверное, еще же нет опыта, поскольку рынок, такой мировой рынок недвижимости в той же Индонезии, он не такой длинный. То есть еще нет опыта людей, которые когда-то купили, или их арендный срок закончился, и все? Или вот что? Потом ты просто как бы все, этот объект не твой, решаешь, что делать с ним дальше, а потом его надо по новой как бы купить? Не совсем так. Здесь есть составляющая земли, и именно она берется в аренду, и построенного на ней объекта. И в Индонезии, на самом деле, вполне были объекты, по которым вот этот первый срок заканчивался. Но обычно в контракте есть второй срок, на который можно продлить вот эту аренду, и собственник не может отказаться от продления. И продление осуществляется по рыночной цене. Сейчас рыночная цена – это тысячи долларов за год, продление за сотку земли. То есть получается, что для того, чтобы продлить апартаменты еще, скажем, на 50 лет, нужно заплатить всего 50 тысяч долларов, а никак не полную цену объекта. При этом никто не говорит, что у вас не получится договориться с собственником земли еще на одно продление. Оно просто изначально не гарантировано в контракте. Вот и все. И часто очень собственнику земли ему более выгодно сдавать это владельцу недвижимости, нежели чем вернуться, например, к рисовым полям, которые у него изначально были. То есть собирая рис с сотки земли, он заработает существенно меньше, чем сдав его в аренду. Вот и все. Окей, давайте перейдем к тому объекту, который вы выбрали для нашего, для нашей встречи. Итак, что это такое, пожалуйста? Это комплекс, в котором есть и апартаменты, и виллы. Он находится на полуострове Букит. Это не Ченгу, который сейчас является самым популярным районом, а это как бы следующий самый популярный район в Бущем. Сейчас большая часть девелоперов начинают там проекты. Это проект такой очень типичный для Бали в том, что он находится сейчас на старте продаж и дает возможность максимально заработать за время строительства. Сдается он, виллы немножко быстрее построятся в течение года, апартаменты в течение полутора лет. Здесь, как и везде на Бали, есть рассрочка. Первоначальный взнос 30% и дальше обычно ежеквартальными платежами до конца строительства. Доход начинает начисляться после того, как объект ввелся в эксплуатацию. И здесь, опять-таки, типично для Бали, у каждого девелопера есть своя управляющая компания, и эта управляющая компания сразу берет его под управление, начинает его сдавать на Airbnb, на Booking, через собственный Instagram-аккаунт, через собственный сайт, через агентов различных туристических и так далее. И здесь, в целом, такие объекты, они приносят, если вы заходите на старте продаж, от 12 до 16% годовых. Когда вы покупаете уже готовый объект, то, скорее, доходность, она ближе к 8-10% годовых. Вот, наверное, так. И, кстати, могу поделиться собственным опытом. Я купила в этом году два апартамента на Бали, и один как раз на старте продаж этого проекта. И я именно его включила, а не второй, потому что в этом проекте еще не поднимались ни разу цены. Поэтому вы можете зайти и максимально заработать за время строительства. Вообще, если мы говорим о инвестиционной картине 2022 в Юго-Восточной Азии, это работа с новостройками или это работа со вторичкой? Это работа с какими-то крутыми объектами или нет? Это работа с туристическими объектами или нет? Юго-Восточная Азия, безусловно, туристические объекты, и все они, как правило, ориентированы на международный туризм. Очень мало что ориентировано на внутренний. Хотя, кстати, на Бали много туристов из Джакарты, в том числе из столицы. С точки зрения сдачи в аренду, соответственно, это все краткосрочная аренда. И, как правило, это новостройки. Но связано это... У нас есть сделки по вторичке и на Бали, и, например, на Пукете. Но, как правило, рынок... Ну, в Таиланде сейчас всю вторичку смели. Очень сложно найти хорошие объекты. Они появляются, и вот сразу их забирают. И на Бали то же самое. То есть готовые объекты у нас уходят, ну, наверное, за неделю. Это, как правило, те инвесторы, которые покупали на старте продаж. Вот объект ввелся в эксплуатацию, и они перепродают. Поэтому, в принципе, здесь есть стратегии, которые подходят и для спекулятивных инвесторов, да, которые заходят на пресейли, и для таких более консервативных, которым нужен готовый объект, и они готовы, хотят получать доход прямо сейчас. Окей. Ну, и тогда, наверное, заключительный вопрос. Все-таки вот сейчас, в текущих условиях, в 2022 году, перевод средств, если мы говорим об инвесторах из России, в Юго-Восточную Азию, в каких валютах, насколько это все сейчас там сложно просто, и в какой степени здесь вот этот инвестиционный риск, связанный непосредственно не с инвестициями, а просто с общими кризисными историями? Знаете, очень легко оплатить недвижимость на Бали и на Пхукете в том числе. Да, это три способа оплаты. Первый – это свифт-переводы. При этом их можно делать не только в долларах и евро, потому что сейчас, хоть это еще и возможно, да, из большей части банков несанкционных, несанкционных, но становится затруднительно, особенно доллары, потому что блокируют банки-корреспонденты, там, Bank of America, например, последний, да, который перестал пропускать платежи. Но у нас российские банки открывают счета в альтернативных валютах. Например, в Дирхаме сейчас очень много, где можно открыть счет, и недвижимость можно оплачивать не только в Дубае, в Дирхамах, но и, например, на Бали, что делает перевод на самом деле дешевле, и комиссию за покупку валют платить не надо, и за хранение платить не надо, поэтому хорошая альтернатива. И плюс в этих двух локациях можно оплачивать недвижимость криптовалютой и рублями, что тоже, конечно, рубли всегда у всех есть, знаете, так что... Дешевеют только последние недели. Да, да, дешевеют, но, знаете, разница курса, она у нас всегда такая, что к концу года оно, как правило, падает. Ну, да, это тоже справедливо. Ну что ж, дорогие друзья, я Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций Intermark Real Estate, контакты Екатерины перед вами, инвестиционные решения по всему миру. С Новым годом, Екатерина, и до скорой встречи. Да, Филипп, и вас с Новым годом, и с Новым годом, слушателей, и всего доброго. Ну что ж, дорогие друзья, и у нас заключительный, заключительная беседа, заключительная тема. Мы действительно не очень активно в этом году на вебинаре говорим о европейской недвижимости, и дело даже не в том, что для части россиян ее нам сложно приобрести. Во-первых, для тех, кто хочет, это возможно. Но, во-вторых, мы просто действительно именно в рамках нашего сегодняшнего вебинара захотели сделать акцент на вот, что называется, горячих направлениях. А сейчас мы будем говорить с Натальей Цирорума о Греции. Наталья, добрый день. А звука пока еще нет, но сейчас вы включите микрофон, он появится. Вот, точно сейчас появится. Окей, окей. Все, приведу. Да, на самом деле, почему мы говорим особо о Греции? Дело в том, что вот греческий пример для инвесторов и для покупателей, и для тех, кто хочет быть в белье. Со всего мира он, в общем, как бы сказать, показательный, на мой взгляд. Потому что вроде как трудно, тяжело, сложно, а с другой стороны можно. И мы сейчас поговорим о том, как и что это работает. Наталья, какой у вас это был год? Как? Я знаю, что в первой половине года мы с вами общались, покупали очень активно, причем все подряд. Как во второй половине? Ну, я приветствую всех, те, кто нас смотрит. Я благодарю всех предыдущих своих коллег. Я их с большим вниманием смотрела. Фил, привет, тебя очень рада видеть, ты это знаешь. Вы знаете, я все-таки хочу внести небольшую ноту праздника, который приближается. Буквально через пару дней мы все-таки будем в Европе праздновать Рождество, а большинство наших клиентов как раз находится именно в Европе. Поэтому вот эту нотку радости, позитива, наш красный Александрит, это символ нашего Рождества, поэтому все-таки праздник, он есть праздник, никто этого не отменял. Это раз. Во-вторых, действительно, кто не останавливается на достигнутом, кто ищет пути выхода из сложнейших ситуаций, тот и является победителем. Я считаю, что этот год был для нас годом победителей. Почему? Потому что тогда, когда были в феврале месяце заблокированы практически все пути для покупки недвижимости для граждан Российской Федерации, для перевода денежных средств, были заблокированы все греческие счета и так далее, мы нашли действительно тот самый волшебный рецепт, который помог нам все проблемы решить. Поэтому настроение мое абсолютно оптимистическое. Мы доказали это тем, что смогли получить не только для наших клиентов виды нажительства, но и продолжаем покупку недвижимости. Это очень важно. И готовы это делать и в будущем году. Филш. Что у вас, я знаю, что просто очень активно мы говорили и покупали из Западной Европы, покупали, знаю, очень много украинцев у вас покупали. Мы говорим сейчас о Греции в целом и отчасти об острове Корфу, где вы активно работаете. Можно ли сказать, что, как это вообще повлияло на цены? Что у вас происходит? Если есть рост, то насколько он большой? Несмотря на то, что ситуация была очень нестабильная, но получилось так, что действительно интерес, как он был, так и остается. То есть к общему кругу клиентов действительно у нас присоединились жители Украины, которые могут получать золотую визу. Они приезжали к нам в страну и приезжают. И сразу же приобретают недвижимость. Для того, чтобы не быть в статусе беженца, а быть в статусе именно инвестора. Это первое. Второе. Активный интерес у наших русскоязычных жителей, которые находятся по всему миру. Это Америка, это Канада, это Южная Африка, даже и там есть наши соотечественники. То есть те, кто позаботился заранее о втором паспорте, у них нет никакой проблемы к тому, чтобы приобрести недвижимость и стать владельцем ВНЖ, как инвестору в золотую визу. Далее. Те люди, которые сейчас смотрят недвижимость и в Греции, и на Корфу в частности, они смотрят больше всего для инвестиций. То есть это не только вложить деньги, но получать доходы, и чтобы этот объект в своей цене не получил просадку. Цены не то, что не понизились, они повышаются с каждым днем, потому что интерес огромный. Греция – это первое. И я считаю, что огромный благодаря тому, что все-таки россияне могут получать ВНЖ сегодня и могут приобретать недвижимость. То есть это вот такой своеобразный островок надежности, который дает гарантию для того, чтобы вкладывать деньги и получать от этих вложений доходы. Про вид на жительство отдельно хотелось бы поговорить, потому что, можно сказать, ну, правда, это событие вряд ли уже будет в 22-м, оно будет в 23-м году, но оно будет. Оно действительно, может быть, в меньшей степени имеет отношение к гражданам России, но нас активно смотрят не только граждане России, а как Наталья заметила, граждане стран по всему миру. Ну, собственно, золотая виза недоступна для граждан России и Белоруссии, но, во-первых, что у вас все-таки там сейчас происходит с изменениями по золотой визе? Как это все работает? Да-да-да, вы знаете, мы все были в состоянии ожидания от нашего правительства, ждали информационных сообщений, и мы их получили. Что происходит с золотой визой Греции? Да, действительно, золотая виза, стоимость и уровни вхождения будет меняться, но будет меняться не для всех районов. Насколько я понимаю, греки взяли аналог Португалии, то есть опыта Португалии, Олег Раэля, привет, если он нас будет смотреть. Так вот, некоторые части Греции повышают уровень для золотой визы, то есть это Афины, это Салоники, это Сандорини, это Миконос, и причем, опять-таки, Афины не все области. Это южное направление, которое было до этого очень привлекательным для инвесторов. Остальные районы Афины остаются на уровне 250 тысяч. Многие районы, допустим, острова, мы находимся на Ионических островах, остаются в старом ценнике, то есть 250 тысяч для сегодняшних инвесторов, для сегодняшних покупателей остается, как и было. То есть замечательные новости. Причем у нас есть весь 23 год для того, чтобы завершить начатые сделки. Мы переживали из-за наших клиентов, у которых нет возможности завершить сделку в 2022 году. Но когда мы получили объяснение от наших чиновников, что 2023 год полностью это год для решения всех вопросов по старым договорам, то есть тоже прекрасная возможность. Кроме этого, да. То есть если сделка была начата в 2022 году, то к ней относятся все условия, работают старые правила, то есть 250 тысяч вне зависимости от района. А вот если ты уже в начале там в 2023 начал, то тогда некоторые районы переходят на 500. Да, совершенно верно. Сделка должна быть в стадии нотариального преконтракта, должен быть выплачен депозит. То есть у нас абсолютно все необходимые условия для начала сделки есть. Соответственно, когда бы эта сделка не завершилась, мы будем подавать на золотую визу, как инвестор в недвижимость, именно по нашим старым расценкам. То есть это очень хорошо. Я хочу, Фил, еще одну очень важную вещь сказать. Очень многие клиенты сейчас приобретают недвижимость и меня спрашивают, а давайте мы укажем 250, а реальная стоимость 500 тысяч. То есть, допустим, они покупают конкретно недвижимость в Халкидиках, виллу в Халкидиках за полмиллиона. И по каким-либо причинам их попросили уменьшить стоимость сделки и зайти в старый ценник. Я очень не рекомендую идти вот на такие сделки. Почему? Потому что сегодня Халкидики остаются 250, а завтра, может быть, этот регион приравнен к высоко ликвидному и, соответственно, ценник поднимется. И люди не смогут оформить золотую визу, так как у них в договоре будет указано 250. Поэтому все, что вы покупаете, все, что вы оформляете, должна быть именно та сумма покупки, которая есть в реальности. Это по золотым визам. Теперь мы говорим о другом варианте. О другом варианте надо поговорить отдельно, тем более, что он, собственно, стал для очень многих, тех, кто хочет жить в Европе, он сейчас стал таким спасительным кругом. Несколько слов. Он есть не только в Греции, но в Греции он наиболее характерен. Пожалуйста. В этом году у нас выстрелила, буквально выстрелила программа, которая была принята в сентябре 21 года. И сейчас практически во всех странах эта программа набирает свои обороты. Но греки, они первые среагировали и дали нам такую возможность. Итак, это программа для цифровых кочевников. Мы с тобой, Фил, неоднократно публиковали наши статьи, что золотым кочевникам зеленый свет и так далее. Вы знаете, это все действительно работает. Я с апреля месяца, с апреля месяца до сегодняшнего дня помогла нашим клиентам, нашим семьям из Российской Федерации, из той же Украины, из той же Германии. То есть у людей нет второго гражданства, второго ВНЖ. Они находятся в разных точках. Мы помогли более 250 нашим клиентам. То есть это серьезная цифра, которая говорит о том, что программа не только работает, но и она позволяет сегодняшним россиянам все свои проблемы решать. Еще раз, программа работает не только в россиянам. Я даже знаю, что, по-моему, первыми ее в 2021 году, еще тогда, активнее осваивали как раз, собственно, немцы-европейцы. Для них это было интересно. Вот, кстати, подробнее об этой программе здесь. Можете посмотреть, как это работает. Действительно, там мы сейчас подробно обо всех условиях говорить не будем. Мне кажется, что цифра, что 250 человек с вашей помощью получили, это цифра хорошая. Я хочу сказать, что для тех, кто интересуется этой программой, обязательно должны быть консультации со мной, потому что программа и условия протокола подачи документов постоянно меняются. Но мы находимся в гуще всех событий, поэтому вы не пойдете вслепую на подачу документов. Мы будем вас консультировать и вести степ-бай-степ с момента подачи до момента получения пластиковой карты. Поэтому... Да, Фил, я хочу добавить, что эта программа россиянам дает возможность покупать недвижимость. То есть у тебя готовый налоговый номер, у тебя готовый банковский счет. То есть это вот эти два вопроса крайне сложные в сегодняшних условиях. Если обычно россиянин приезжает и говорит, я хочу купить, пожалуйста, сделайте мне... Вот окажите эти услуги. Крайне сложно. Когда у тебя уже есть ВНЖ цифрового кочевника, ты действительно становишься членом Евросоюза и абсолютно те ограничения для россиян, которые есть, они уходят. Мы покупаем недвижимость, покупаем автомобили и просто у нас есть карта, которая дает нам возможность пересекать границы. Это самое важное. Окей. Я хотел бы попросить тебя прокомментировать тогда объект, который вы подобрали под... Объект, я мягко скажу, не дешевый, но это инвестиционное именно решение. Несколько слов можно об этом. Вы знаете, понятие дешевый-дорогой для острова Корфу, оно, скорее всего, что не существует. Почему? Потому что остров Корфу показал за время и пандемии, и за время всех ограничений, себя с самой наилучшей стороны. То есть это остров безопасности, стабильности и остров именно тех покупателей, которые приобретают недвижимость и для себя, и для сохранения денег, и опять-таки для инвестиций. Ценник не дешевый, миллион девятьсот пятьдесят, но это настоящая итальянская палаццио. Вот когда мы готовили, я просматривала объекты, которые были в этом году наиболее востребованы, вы знаете, не хотят люди жить в гуще какого-то населенного пункта, не хотят люди жить в квартирах. То есть вот для нашего острова это очень характерный объект. Жить в оливковой роще, жить в доме, который дает тебе вот всю вот эту вот свободу, простор, который построен из натуральных материалов, то есть это камень, это дерево, это кипарис. Ты, Фил, сам прекрасно видел, как строятся виллы на Корфу, из каких материалов. То есть вот это сегодня привлекает наших клиентов. Когда им предлагаешь просто наводил, они отметают и говорят, нет, мы все-таки хотели бы что-то Корфу стайл, что-то именно корфиотское. Если говорить о, скажем так, ценнике более дешевом, опять-таки хотят покупатели наши иметь отдельную виллу, отдельный дом, опять-таки в оливковой роще. То есть вот эта обособленность и индивидуальность, она очень-очень характерна. На острове вы у нас не увидите никогда многоэтажек, новостроек, не увидите подъемных кранов, которые грузят блоки. Это не о Корфу. Корфу – это отдельная вилла и что-то особенное. Вот это особенное и привлекает наших покупателей. После такой презентации, я думаю, что самое правильное было бы в чате опубликовать. О, прям вот сорвали. В этом году мы совместно с Натальей, с ее компанией сделали первую часть нашего проекта, посвященную острову Корфу. Это действительно был и для нас такой знаковый проект. Мы его начинали в 2021 году, закончили в 2022, совершенно в иных условиях мировых. Но вы знаете, что я скажу, и мы уже просто плавно переходим к завершению нашего вебинара. Некоторые вещи остались неизменными. Это свобода, это достоинство, это надежда, то, что, в общем, какие-то те вечные ценности, которые, в частности, остров Корфу дарят. И я поэтому еще очень рад, что мы, Наталья, с тобой именно на этой волне будем сейчас уже завершать вебинар. Спасибо тебе огромное. Контакты компании опубликуйте, пожалуйста, в чате. Недвижимость на Корфу и на всей Греции. Наталья Церрува. Спасибо. Фил, я тебя тоже благодарю. И все-таки я дарю этот прекрасный рождественский цветок для всех. Принимайте, пряновцы любимые, от нас. Самые наилучшие пожелания. Всем добра, мира, позитива. И обращайтесь к профессионалам, которые знают все главные секреты решения всех ваших проблем. Мы всегда с вами. Фил, спасибо за приглашение. Доброго, хорошего настроения. И до встречи. С Новым годом, Наталья. Спасибо огромное.